Казанский университет посещает делегация финансовой и торгово-промышленной корпорации «Антустик». На площадке IT-парка состоялся открытый IT-мид-ап для студентов. Всем привет! В эфире «Универньюз», а в студии Амир Ахтямов. Делегация Казанского федерального университета прибывает с визитом в Исламской республике Иран. Его возглавляет проректор по внешним связям Тимирхан Алишев. В первый день визита делегация посетила университет имени Шахида Бехешти. Ожидается подписание очередного меморандума между двумя университетами на предстоящие пять лет. Далее руководству КФУ посетили Тегеранский университет. Обсуждались направления сотрудничества в сфере преподавания русского и персидского языков, журналистики, образовательных программ в сфере международного бизнеса. Достигнута договоренность о создании передачи об Иране и Тегеранском университете на канале Универ-ТВ и одновременном создании передачи о Республике Татарстан и Казанском федеральном университете на иранском телевидении. В Казань прибыла делегация финансово-торгово-промышленной корпорации Антустик. О целях визита и о дальнейшем сотрудничестве смотрите в сюжете. В рамках рабочего визита в Казань прибыла делегация финансово-торгово-промышленной корпорации Антустик из Республики Казахстан. Первым гостя посетили ТАТ «Нефтехиминвестхолдинг», где встретились с генеральным директором Рафинатом Ярулиным. От Казанского федерального университета во встрече приняли участие исполняющий ректора Дмитрия Таюрский, директор Института геологии и нефтегазовых технологий Данис Нургалеев и советник ректора Рашид Азимов. Наша компания – многопрофильная компания. Один из них первых, конечно, сегодня составляет нефтегазовый сектор. Наша компания – из 45 компаний, занимаемые 14-15 мест в республике. Кроме того, мы имеем 10 нефтегазовых месторождений. Мы выиграли его на аукционе. Вот сейчас мы все занимаемся разведкой и дальше мы все прибыванием. Далее гости отправились в Институт геологии и нефтегазовых технологий, где делегатам наглядно представили аналитическую статистику показателей института и рассказали об инновациях, совершенных в стенах ВУЗа. Затем местом пребывания гостей стал Химический институт имени Александра Бутлерова. Представители Казанского федерального провели ознакомительную экскурсию по лабораториям учебного здания и осветили насущные темы нынешнего времени. У нас очень много образовательных программ. Вот у нас бакалавриат администратура, аспирантура. Вот у бакалавриат у нас где по геологии 4 кофе. Это классическая геология, нефтяная геология, гидро-геология, геофизика. Это хороший прорыв моделирования месторождений. Также комплексирование методов разведки. Интересно для нас, поскольку у нас в Казахстане есть еще 12 малоизученных осадочных бассейнов, я думаю, такое комплексирование можно будет применять в Казахстане. Ну и по трудноизвлекаемым запасам тоже интересно. Я думаю, мы продолжим уже предметно переговоры с институтом. После посещения института в гости переместились в главное здание университета, где обсудили возможное открытие филиала Казанского федерального университета в городе Шимкент в Казахстане. В рамках программы пребывания 15 июня состоится встреча с руководством Республики Татарстан и гости продолжат посещать институты Казанского университета. На минувшей неделе на площадке Казанского IT-парка состоялся открытый МИД-АП для студентов. Все подробности выясняла Маргарита Михайлова. Разработать с нуля мобильное приложение и подготовить его к дальнейшему тестированию – задачи, с которыми можно справиться, обладая определенным набором знаний. Получить их можно, обучаясь на специальных курсах в университете или формате P2P, общаясь со специалистами напрямую. IT-метап – это встреча единомышленников для обсуждения различных тем и обмена опытом в неформальной обстановке. Участники программы в рамках мероприятия затронут различные нюансы в сфере IT. Ожидаю на самом деле, что все пройдет в таком лайтовом, интересном и полезном формате. Хотелось бы донести какую-то пользу и для ребят, и понять, куда двигаться дальше в плане проведения таких мероприятий. В этот раз мероприятие состоялось на террасе IT-парка. Его особенность заключалась не только в месте проведения, но и в формате выступлений. В рамках регламента у спикеров было всего по 20 минут. Первый наш метап прошел в декабре прошлого года в пространстве «Базар». Тогда мы охватили порядка 150 студентов в Казани. Хедлайнером выступили как раз создатели клуба «Базар». Сейчас наш метап – это уже IT-метап, он проводится во второй раз уже, соответственно. Сегодня хедлайнером выступит глава Минцифры Республики Торстан Айрат Ринат Чахайрулин. Организаторы уверены, на площадках подобных мероприятий участники могут сделать первые шаги к созданию собственных проектов. И хотя вочно в формате количество участников было ограничено, метап сопровождался съемкой всех выступлений. Увидеть запись в ближайшее время можно будет на сайте студент-рт.ру, а также на платформе Российского общества знания. Маргарита Михайлова, Александр Кузнецов, Универньюз. Жаркая погода стремительно входит в жизнь горожан, и все с нетерпением ждут летних поездок на пляж. О том, когда можно будет открывать купальный сезон, расскажет Наталья Жирнова. Пляжи города готовы для отдыхающих, но водоемы продолжают быть холодными. Для того, чтобы температура воды поднялась, необходимо, чтобы столбик термометра по ночам не опускался ниже определенного значения. Температура в реках должна прогреться до 20 градусов, тогда уже все может быть хорошо, себя чувствует комфортно. А у нас пока нет, у нас пока в районе Казани волк прогрелся до 14 градусов, то есть еще маловато, надо еще подождать. Тенденция 30 лет показывает, что все время идет повышение температуры, а вот показатели осадков ухудшаются. Напомним, что в прошлом году в Татарстане наблюдались скачки температуры, но средние показатели для нынешнего периода были выше. По климатическим меркам, по климату, среднесуточная температура должна быть плюс 19 градусов. А в начале июня температура среднесуточная, она отставала от своей климатической нормы и намного. Почему? Потому что на нас сильно влияла Арктика. Были арктические вторжения, и поэтому у нас было холодно. В ближайшие дни Казань будет находиться под влиянием антициклона, и уже скоро ожидается плюс 27. Начиная с четверга, через нас будет проходить холодный атмосферный фронт. Он понизит среднесуточную температуру на 2-3 градуса. В выходные дневная температура будет достигать 21 градуса, что является ниже климатической нормы. Наталья Жирнова, Александр Кузнецов, Универньюз. Правительство США негласно поощряет сельскохозяйственные и судоходные компании увеличивать объем закупаемых российских удобрений. Почему американские власти действуют наперекор собственным санкциям, и при чем здесь политика двойных стандартов, объясняет эксперт Казанского федерального университета. По данным источников Bloomberg, американские власти призывают наращивать закупки российских удобрений в связи с санкциями и риском мирового продовольственного кризиса. Как утверждают эксперты, в плане экспорта сельскохозяйственных удобрений Россия занимает существенное место на мировом рынке. Нужно отметить, что с момента того, как ведется санкционная политика, связанная с проведением спецоперации на Украине, доля российских поставок на мировой рынок сельскохозяйственной продукции снизилась почти на четверть и продолжает снижаться. И вот в этой связи, конечно, возникает острая нехватка сельскохозяйственных удобрений на мировом рынке. А это, в свою очередь, приводит к угрозе того, что неоднократно объявляла Организация Объединенных Наций – это угроза голода, связанная с недопроизводством сельскохозяйственной продукции. Согласно информации источников Bloomberg, американские банки, страховщики и перевозчики опасаются оказаться под санкциями из-за взаимодействия с российскими производителями. Как результат – значительное снижение объемов поставок и влияние на рост стоимости продовольствия. Здесь, наверное, важен не тот факт, что Соединенные Штаты приобретали и приобретают до сих пор сельскохозяйственную продукцию, а то, что они их приобретают в условиях ими же самими введенных санкций. Вот это очень странная ситуация. Фактически, Соединенные Штаты запрещают всем другим странам с Россией сотрудничать, а сами поощряют собственных закупщиков, собственных компаний к тому, чтобы они на этом фоне эти закупки продолжали делать. Как утверждает Роман Пеньковцев, политика США никогда не направлена на собственный убыток. Кроме того, российская сельскохозяйственная продукция является одной из наиболее качественных в мировой торговле. Поэтому приобретать ее выгодно не только для США, но и других стран. В конце мая премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому в стране с 1 июля и до конца года будут действовать повышенные квоты на экспорт азотных и сложных удобрений. Такое решение не распространяется на поставке продукции в Донецкую и Луганскую Народные Республики, а также Абхазию и Южную Осетию. Диана Желенкова, Универньюз. В Елабужском институте Казанского федерального университета состоялась открытая лекция на тему «Государственные символы России. История и современность». Подробности смотрите далее. Диана Желенкова, Университета. О гербе, гимне и флаге нашей страны. Эта информация очень полезна не только для людей старшего поколения, но и в первую очередь для молодых. Потому что ставя перед собой задачу воспитывать патриотизм и гражданственность в подрастающем поколении, мы в первую очередь должны говорить о том, какие символы у нас существуют и за что мы их уважаем. То есть государственные символы. Лично для меня это было очень интересно. И думаю, что даже для коллег в институте, для студентов этого учреждения, соответственно, это тоже будет очень познавательно и интересно. Не каждый раз ты услышишь такую достаточно краткую, но обширную информацию с точки зрения именно знания и подачи. Лекция была полезна и интересна не только преподавателям Елабужского института, но и студентам. Завершилась лекция прослушиванием гимна Российской Федерации. Анна Климина, Никита Староверов, Денис Сипайлов, Универньюз. На этом все. В студии был Амир Ахтямов. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова